есть чё-чё-чё там делал а гироскопы я хотел делать извиняюсь просто паузы делаю определенные гироскопы кстати можно нападить их вот тут прям на корпусе на водороде короче так нужно стальные пластины там вообще короче как-то можно вытаскивать ресурсы с помощью нажмите b нажмите а и чтобы инвентарь коннектора среднюю кнопку для изъятия компонентов из блока коннектор да короче спам без плагина тут особо ничего не работает сиди по всему вот этой фигни нужная иначе я не понимаю что я не могу и строить ладно просто а и так два штуки их есть охренеть тогда мощи тут добавим еще два посмотрим моторы большие трубки компьютер а ну подождите может все таки на сработало мне не сработала какая-то дичь или она может как я мог это сделать по-моему я еще shift пользовался может он здесь и снимается а вот тут не фигня какая-то я не помню какие там трубки нужен должны были быть а и компьютеры так но я надеюсь теперь он будет порезче работать с шестью то еще три минута и расход с гироскопами хоть чуть-чуть должен поактивнее так полетим еще поищем золото моя я наверно не опустошил баки или опустошил вроде опустошил чуть-чуть шустрее стал корабль вот разворачиваться пассивно почему-то до сих пор плохо разворачивается я не знаю почему и разворачивается в основном только с помощью этих двигателей никель серебро магний никель из тоже как бы все побито реза не знаю даже что-то глупоко ладно полетели искать золото золото серебро справа золото кобальт тут просто золото вот просто золото туда полетим просто я помню мы как-то находили вот оно золото золотой камушек мы находили золотой камушек мы находили свернить бурительнее вообще такой камушек, это очень много золота может чуть меньше, чем конечно в земле, но очень много в земле золото 10000 на хрен 11 они от 11000 ух тут золото конечно мы нагребем столько что мы сможем все таки проводников наделать и даже сделать себе двигатель пляжковый я разберу все это золотую фигню так единственное что могу не разобрать потому что уже последний контейнер наполняется вот но очень много камня очень много камня насобиралась а а и Продолжение следует... Продолжение следует... И вернусь сюда, обратно за золотом. Все, подключаю. Задний ход. Ну, теперь хотя бы он поворачивается. Спокойно поворачивается. Я, если честно, вот думаю, GPS, координаты... Ракета... Ракета... Ну, теперь база. Цвет бы поменял на какой-нибудь красненький. Чтобы было легче ориентироваться. Возможно, все драгоценные камушки. Я бы там типа платину и прочее. Я бы тоже перекрасил бы в другие цвета. Так! 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 немножко выравниваем паркуемся заряжаем бак и нормуль так чё там у нас по золоту нет смысла туда лететь подключу сюда заброшу ресурсы теперь к этому пауку вот чё там у нас по ресурсам мы там вроде бы как золото завезли по идее у нас должны были сработать крафт он почему-то так и не сработал а почему золото то есть или золото еще не перерабатывается у нас так только текущего корабля сборщик а где этот наш очиститель он золото перерабатывает но видимо она очень туго перерабатывается это золото то что у нас видите она вообще не прибавляется вот более того если честно я бы прям ну сильно хотел бы наверное на сверх проводников сколько раз два три 4 80 сверх проводников когда у нас появится 20 сверх проводников а у нас пока делать это херня вот давайте а я так не надо делать ну ладно я чё хочу первым делом сделать именно сверх проводники вот потому что эффективность появится больше и наш у нас будет больше руды из одного пуска допустим руды будет больше золота слитков эффективнее вот пятьдесят шестьдесят семьдесят восемьдесят раз два три четыре пять пятьдесят ладно пускай делается если что по нам отменю лишними они не будут конечно чё так туго батареи заряжается не пойму отдача заряд ощущение как будто они наоборот разряжается видите да они разряжаются 4 вид 3 ветряка и не заряжают фигово не ну я понимаю что у нас вполне вероятно тут сейчас заводы очень много потребляют отдача больше чем потребление до не низковато наверно поставил наши эти и бы было бы эффективнее поставить выше в разы а а а а турелька нафиг мне почти сажали блин за тебя че должен сам это вот стрелять своими пальцами при нажимателя целится так эффективность повышена теперь у нас завод эффективность 119 процентов он не поврежден он недостроен давай еще 2 и эффективность еще поднимется так теперь у нас эффективность 141 процент кстати тоже здесь 4 из 8 всего задействована то есть все таки спереди неплохо бы поставить спереди и сзади поставить вот такие вот штуки так эффективность нам дает что эффективность нам дает что эффективность модуль выработки до увеличивает добычу металлов и я в очистительном заводе должно быть да и поэтому видим что уже они даже быстрее вылазят на хрена мне продает гравитационный генератор если честно я не знаю отлично еще продуктивнее стало 168 процента вообще ух когда эта махина полетит и будет добывать руду сама это будет вообще жесть может конечно не здесь хотят по льду я пройдусь разочек может быть даже еще чем быть захвачу а вот астероида она будет пожирать нормально типа как вот такая вот только большущая я правда пока еще не придумал как я правильно все сделаю здесь вот а фух это моя ракета я думаю это враг думаю охренеть просто думаю вражина летит на меня я и и и и и и и и так есть есть сейчас повыси максимально эффективность нашего завода 200 процентов то есть мы по сути дела из одной тоже жруды получаем 200 раз больше слитков вот ну не в 200 раз больше свит кого два раза больше слитков и это замечательно на самом деле потому что меньше нужно будет два раза меньше нужно будет летать ее добывать один раз добыл и получается как в два раза еще говорил хочу стены сделать герметично здесь все за подержать но я хочу все-таки слой выше поднять я хочу на выше чтоб мы стояли выше хотя зачем незачем действительно то я когда делал в креативе то у меня вот этот баллон баллон как и этот эта штука они стояли внутри то есть вот как вот он сейчас то и только глубже на одну клетку и слой железо был у нас здесь и получается баллоны снизу выбирал получается и это было чуть-чуть симметричнее здесь же у нас как-то чуть чуть выше находится не то чтобы это прям проблема была большая но все же слушайте на баллон вообще не заправляется 21 процент только пойти добыть тогда еще пока тут в чьи-нибудь происходит действительно пойду туда добуду так включаем двигатели прям щас надо нападать на меня до еще туда был ладно неважно так добываем лед 36 нас 17 появилась тень тут льда не так много прям как казалось тут на самом деле глубина пару метров дальше идет уже земля есть ледяная ледяной спутник не помню он там не тритон как там по-другому называется надо фары поставить спереди и и конечно печально то что я толком не вижу сколько наполнились контейнер а понял я дурак я не опустой кстати золото надо запомнить просто это место тут оказывается и золото я не опустошил здесь ничего да там есть золото в ту сторону вот 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 не понял так наверное мы будем просто опустошать коктит камень сюда большой контейнер ну и мы немножко когда добыли камень и все 15000 добыли хватит нормуль на 6 магазинов еще хватит магния но у нас магазинов еще 22 штуки поэтому не будем их строить но окупаются окупаются жуки окупаются мне нравится так чё там есть один ну наверное из того что стояло производства он не доделала блин на борт хотел время сэкономить но блин как всегда получилось как всегда ладно полетели за золотом теперь у нас мы пустые как бы золото мы видели где-то здесь да где-то здесь вот она собственно не вижу никакого дождя где-то бахка это где не знаю маяк золото не пропал все вроде не мама яка золото теперь лед если честно очень мало золота добыли и почему-то сразу все летит в кокпит не знаю чё маяк золото добыли и захоронение тут такое именно паучиное жалко автоматизации нету и эта штука сама не сверит не добывает вернее может быть когда-нибудь придумаю какую-то автоматизацию но сделать это здесь зачем так все по моему все забито но большой двигатель пока тащит он по ходу дела даже мощнее чем шесть маленьких но это не точно так заряжаем ну что там есть он еще магний скажите лучше бы они золото приносили чем этот магний нахер на тебе этот магний магний как минимум это патроны минимум не нужно будет для обороны от жуков и патроны специально искать так почему нет кобальта нет сколько кобальта охренеть просто 239 на одну штучку что ли да ну ладно слава богу что кобальта у нас тут везде дофига было его свое время даже перестал подсчитывать так начнем с того что кобальт у нас тут где-то рядом был не нету железо где-то я видел тут прям сразу вот кобальт конечно безумно мало я думаю но все равно ой можно будет добыть ну ладно для добычи таких вот мест конечно не хватает сколько мы добыли кобальта ощущение что нисколько да как-то не не очень хорошо получилось ладно вот у нас здесь кобальт есть там чисто кобальт до него надо бурить я бы хотел бы какой-нибудь камушек кобальтова найти уран 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 надо добыть уран надо добыть уран и у был урана немного урана Продолжение следует... 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 Жаль... Но кобальт на очень большой глубине... Опять лишь таки... 30 метров... 25... Ладно, пускай жуки разбираются... Нас сейчас интересует... Больше кобальт... Ладно... Кому я вру... Жуки меня тоже очень сильно интересуют... Эх... Да... Нас... Субтитры... Субтитры... О... О... Я сюда прилечу сейчас... Одинокий кобальт... Я его буду разбирать как у то золото... Тут еще по дороге можно еще кобальта взять... Субтитры... Так... Паркуемся... Заправляемся... Так... Так... Нужно еще... Опустошить эти... Контейнеры... Контейнеры... Блин... Ох... Блин... Тут паучарпа прибегала... Блин... Чем дальше... Тем свирепее просто на атаки их... И у нас тут... Я еще... Хранил... Вещи которые нужно сбросить... По-моему больше здесь нету, да? А... Вот еще есть... Так... Уран... Во-первых привезли... Это замечательно... Ага... Так... Здесь у нас вот сюда... Уран... Камень... 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 Немножко еще камень... Так... Там где-то был какой-то хитрый... Одинокий... Кобальт... Тот наверно... Наверно... Погода поганая... Так... Железо... Золото... Видно плохо конечно... Камень... Тот... Тот... Ну вот... Факт поставить... побольше лечи по приборам вообще вот кобаль который мы видели лечи по приборам Учал, вы издеваетесь? Прямо мне надо вдохнуть. Прямо мне надо вдохнуть. Прямо мне надо вдохнуть. Немного кобальта, немного золота. Магний. Не то, чтобы он нам сейчас был нужен. Мы его неплохо добываем из жуков. Более того, магний как таковой нигде не нужен. Прямо мне как в всяких там патронах и взрывчатках. Учалка. 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 нас что-то смещает постоянно в бок контейнера вообще не набиты на самом деле этот места они довольно таки выгодные по добыче потому что в них почти нет камня и не приходится не забивается инвентарь камнями камень конечно тоже хорошо но иногда он бывает как но тут плохую не полезны короче его бывает очень много и чаще всего уже люди делают буры которые камень вообще не выкидывает примеру я хочу достать кобальт который находится на 6 метровой глубине пока я до него добурюсь у меня сундуки сундуки мои все забьются по 20 раз блин и 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 тут сейчас кобальта нормально будет по идее до кобальт мы сейчас прям очень жестко на как на собираем и это место замечательное эти камни вообще самые замечательные наверное пока у вас нет очень большого бура так один контейнер забиты уже можно кстати сделать автоматизацию автоматические будет автоматическое бурение иди очень много паразитирующего камня забивает инвентарь и вместо полезного кобальта мы грибем десятки тысяч килограмм камня все устанавливаем бурение летим на бурение в базу и и и и так паркуемся заряжаем баллоны заряжаются баллоны таким образом очень быстро то есть делать ионные двигатели смысла я не вижу так ну во первых кстати магний камень магний камень еще живой был жалко жалко только трупики быстро исчезают лежали бы они хотя бы по минут пять было бы комфортнее немножко что у нас по поводу льда нас еще до хера льда конечно меньше ста тысяч но все же таки до хера я считаю гироскопа хватает но для глубоководного бурения нам надо переделать конструкцию слава богу мы сделали там специальные затычки чтоб это можно было спокойно реализовать вот нас сейчас больше интересует что там происходит с нашим крафтом и вообще был ли он скрафчен он до сих пор не скрафтере нам эту штуку почему а потому что кобальт не перерабатывается есть маленькая вероятность что я тупил изначально и кобальт у нас перерабатывался просто что у нас было переполнен кэш у сборщика такое тоже вполне возможно вполне бы могло быть так то кобальта у нас 26 тысяч теперь а было наверно не намного меньше да у нас 107 тысяч как видно какой 170 147 кобальта 22000 ну золото как всегда мало как всегда мало не а кобальта не хватает потому что видно что обработчик именно кобальт делает ну не обработчик очиститель и он сейчас приоритете ставит кобальт здесь тоже паразитирующий гравий вот и нам нужно будет что-то с ним делать как-то его избавляться от него выкидывать например туда вот он к сожалению в этой игре вообще ни на что не нужен сделали бы хотя бы какую-то конструкцию из гравия не знаю хотя бы стены из гравия какие-нибудь там тяжелые там не бронированные просто стены из гравия было бы замечательно но нет из гравия не делается ничего ничего вообще не делается из гравия балочный блок из стали ну конечно приходило много дополнений может быть что-нибудь уже из гравия сделать можно это было бы замечательно я бы что-нибудь сделал бы из него потому что пока что он его нужно только выбрасывать возможно даже сделать специальную штуку которая бы просто гравий выбрасывала бы в атмосферу там куда-нибудь выкидывала бы выстреливала бы его в космос этот гравий 2 осталось 1 сейчас будет 2 магния кстати у нас и не так уж и много у нас всего лишь 48 просто 48 даже не тысяч магния и руды у нас не так много магниевой 10 странно гравий у нас еще есть я как-то не весь гравий выкинул специальное место чтобы выбрасывать гравий дает б 14 14 14 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 15 так что нам нужно еще доделать я бы еще сделал фары какие-нибудь лампа пришли воровать мы и гравий одет 3 был только что убит а вот он простая выстрелов слышал 3 так чуть-чуть там хотел а фары я хотела гянуть до фары 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 прожектора есть у нас прожекторы на него нам нужно бронированные стекла компоненты внутренние это прожектор большой так 2 бронированных стекла 1 так трубка стальная пластина ну примерно понял блин забыл внутренняя пластина и бронестекло я думаю пока хватит нормально то без фар летать конечно вообще стремно не видно нихрена так последний есть отлично а в смысле в смысле 5 из 6 тёплин еще один и чё то мне кажется чё то мне кажется что у нас все таки наши батареи разряжаются да по чуть-чуть по чуть-чуть разряжаются не хватает нам этих ветряков и нам либо для симметрии делать еще с той стороны ветряки но я думаю их просто с этой стороны сделаю а а а а а три а а а а и а а а а и и а а так и сами ветряки но они нужны на внутренние пластины а моторы вообще поспешил я наверно все-таки перемычки между ними сделаю скажите зачем чтобы если еще раз прилетит какая-нибудь метеорит ищем то удалила она по перемычкам по перемычкам ну либо там либо здесь чем больше нас будет площади здесь тем меньше будет повреждений наверное но это не точно вообще мне кажется не слишком низко находится поэтому поэтому такая плохая выработка так ладно компьютер и балки строительные материалы моторы балок не до не хватило именно балок внутренних пластин странно так внутренних пластин не хватает и балок да все я понял хорошо то и другое нам нужно будет заказать хотя нет внутренние пластины нас есть чуть-чуть а вот балок нет вообще поэтому их заказываем так достроилась эта штука у нас и гравитационный генератор сразу же его нахрен выключаем спался он нам он нам нужен был только для того чтобы открыть технологию так ну мы удвоили мощность наших ой наших аккумуляторов теперь по идее должно быть все намного эффективнее работать и аккумуляторы должны как минимум теперь заряжаться полностью зарядится через 16 дней ну в отличие от всего прочего они хотя бы заряжаются при не пойму неужели такие малоэффективные на такой высоте высокая 50 киловатт высокая 50 киловатт ну да они вообще вообще плохо ну и скорость ветра низкая водородный бак кстати на 30 процентов зарядился уже одна даже бал палать палочка зарядилась так и так интересно какой стенкой бы здесь все это закрыть какими полублоками может еще зарядится у нас если что на всякий случай из генератора такой вот он в принципе заряжает по идее норм мы всего сейчас включим 4 мегаватта он дает 4 мегаватта он дает 4 мегаватта он дает в отличие от ветра дубчиков которые по на данный момент 275 отдает слушайте но сейчас они стали получше конечно отдавать раскрутились но от аккумуляторов теперь 4 мегаватта это как я сказал бы дофига таких вот даже самый эффективный возьмем даже с учетом всего прочего допустим 300 допустим они могли выдавать 300 это сколько 9 таких нет ни 9 больше на 1 мегаватт таких примерно 3 до это 12 ветряков один генератору выдает теперь батарея у нас видно написано что через два дня зарядится полностью но лед живем лед по идее сейчас мало того что лед так еще и наш основной баллон не заправляется при этом водородный бак у нас не на заправляется но кстати уже стало меньше ну потому что этот сожрал часть он на сто тысяч короче живет вообще водорода так ладненько еще следующее следующее все очень просто следующее ой следующее что мы будем делать это прыжковый двигатель требует он много требует он тысячи сверхпроводников это золото просто немерено короче просто немерено золото где тут у нас паучок паучок по паучок по так ну и гравитационный двигатель ой гравитационный двигатель блин прыжков и двигатели мы можем установить прямо сюда стальных пластин он требует для установки да блин дебильный вот как то так и вы установим можно было его здесь установить спереди стари немного компонентный решет энергия чейка 120 штук блин мину очень много сверхпроводников тысячу штук это жесть и их просто не не скрафчу никогда в жизни блин тысячу штук но не крафтятся конечно по чуть-чуть но это будет очень долго мне нужно будет все таки пойти до собирать то золото которое находил так и надеюсь все опустошилась уже это давно уже все опустошилась так включаем двигатель и включаем аккумуляторы вспомнить бы дея то золото находил где-то там да вон там вот и находил то золото рядом что живет и и Пока только камень бурится. Субтитры создавал DimaTorzok О, магний. Магний-то хорошо. Сновить бы сюда турельку, было бы замечательно. А то, блин, как-то я задолбался вылазить. Кстати, поломочка обнаружилась. Не знаю, либо стукнулся так, либо, как оно так получилось, немножко поломался. Но там ничего страшного не произошло. Никаких серьезных поломок нет. КОНЕЦ Можно фару включить. Куда они какие-то слишком мощные. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Надо добыть все золото, ни капельки не оставить. Я, кстати, не слежу за контейнерами, а у нас-то тут уже 3000 осталось и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то, мне кажется, еще тут чуть-чуть есть. Все, теперь точно ничего нет. А, нет, еще тут есть. Ну, блин, у меня, наверное, не месяц это все. Да, у меня уже все, все забито. Коннекторы, буры. Ладно. Я живу, паразитирующий этот камень, блин, его бы от него из... Опять. Опять. Даже мощный задний двигатель уже тянет эту штуку с трудом. Здесь еще золота было много. Не, ну золота много. Почти по 2000 в каждом. Ну, конечно, камня больше, но... Я глупо сделаю, что торможу боком. Продолжение следует... Ну, гироскопы, может, и не справляется, но двигатели, в принципе, тащат. Топливо спалил почти половину, при этом пока сюда летел. Продолжение следует... Вот еще какой-то паук. Так, нормально. Нормально. Ну, будете перекидываться сюда, наверное, все. С другого самолета. Так, не надо было делать. Большой контейнер. Еще, еще, еще. Лед, 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 в генераторах. Как пить и камень. Камень даже в комплекте для выживания. Не знаю, что он там делает. Значит, с теми, завод нас сейчас перерабатывает кобальт. Хотя лучше бы перерабатывал золото. У нас уже довольно-таки много золота, слушайте. Я бы сказал бы, очень много. Шесть тысяч. Какой шесть? У нас его семь тысяч с копейками. И это замечательно. Значит, скорее всего, у нас будет производство трубок. У нас уже их сто есть. Вот, уже есть сто. Это надо провалить все. Вот, и тут можно, кстати, других ресурсов принести. Там, строительные материалы, компьютеры. Ага, еще и компоненты детектора. 20 штук тоже довольно-таки. А, еще и 20 штук этих компонентов гравитационного генератора. Блин. Пуу. Игрушка дорогая, согласен. Слушайте, а что я? Это, собственно, турель, скорее всего, стреляла. Разбомбила нам ножку. Вот, жучары по-любому пытались сюда пробраться. Здесь я вообще хотел просто поставить что-нибудь другое. Там какие-нибудь... Хотя бы такие полублоки, я не знаю. Не, мне не нравится. Мне нравится. Ну, давайте посмотрим, что там есть из полублоков. Какие-нибудь... Максимально простятские. Угловой полублоков. Вот такой вот. Пойдет. И здесь его поставить. Ладно, пойдет. Типа пройти нельзя, как бы. Ну и не особо и мешает. Нельзя же, что здесь нигде пройти. Ну и отлично. Ладно, сохранюсь. Продолжу, продолжу. Опять вспомнили бы, что я тут делал. Как минимум, этот прыжковый двигатель, да? А толку, что я делаю прыжковый двигатель, если я не сделал даже, получается, двигатель нормальный. Ну, он будет дальше, понятное дело. Я все равно пытаюсь как-то... Ну, просто мне прыжковый двигатель по-любому нужен. Без него я до земли не допрыгну, как бы. Вот. Мне нужен двигатель, как минимум, хотя бы маленький. Потому что без них я... Кстати, что это за фигня? Ощущение, как будто золото, да? А там фихио. Ну, тут железо, тут золото. Но оно даже не отображается. Видать, его так мало. Вот. Без обычных двигателей я не поднимусь в космос. Хотя, если честно, тут гравитация говно. Поэтому даже конченый двигатель, в принципе, поднимет эту всю дуру. Вот. Двигатель, двигатель. Я вот что подумал. Недостаточно хорошо заряжаются у меня аккумуляторы. И, может быть, им не имеет смысл их все-таки ускорить и включить двигатель. Водородный генератор. Ну, будет заправляться тут бак медленнее. Он все равно будет заправляться, просто что медленнее. Вот. Возможно, имелось бы смысл два таких построить. Таких вот хрень. Кстати, вот что я хочу сказать по поводу жуков. Ну, пауков. В принципе, они уже мне не страшны вообще ни капельки. У меня слишком мощная турель, чтобы просто хоть как-то вообще чувствовать этого противника. И мне сейчас реально мало противника. Ну, блин, вообще. Пираты не нападают на меня. Да их вообще-то как бы и нет. Я не замечал ни одного пирата. Вот. Скучно. Скучно. Я хочу сделать танк. Хочу сделать танк. Хочу сделать танк, который будет вот тут стоять. под этим пулеметом. И тупо, короче, ничего не делать, кроме как расстреливать вражин. Вот. Так. Танк, который будет вот тут стоять. Вот так вот, криво стоять. Понятно все. Я же вообще сюда подбегал, легенился, да, и не легенился. Танка будет пушка. Он будет сюда. Я его примагничу. Этот танк. Вот, короче, я хочу какой-нибудь мод, все-таки, знаете, ну, такое, чтобы, ну, не, жуки до сих пор могут меня убить. Могут. Если я буду с ними воевать, там, знаете, не дай бог у меня оружия не будет, они меня сгрызают очень быстро. В этой игре почему-то не предусмотрено возможности как-то модифицировать именно пилота, то есть меня, да, модифицировать космонавта хоть как-нибудь. Вот. Что я считаю большое, как бы, ну, недоработка. Почему мне нельзя, вот, вот он модифицируется в плане оружия, да, а в плане доспех никак. Я не могу себе скрафтить, допустим, доспех, который бы, во-первых, меня сильнее защищал бы. Даже в Майнкрафте, блин, вонючим можно такой доспех сделать. Ну, и не говоря уже, конечно, про Факторио, там, по-моему, тоже можно модифицировать свое оружие. Ой, свой доспех. Вот. И, к сожалению, сумку тоже нельзя модифицировать. Оружие главное можно, да, инструменты можно, а вот почему-то разработчики решили, что, ну, модифицировать более важные вещи нам нельзя, не знаю почему. Я пока не знаю, как будет выглядеть наш транспортник. Вот, он будет колесный. По-любому. Хотя можно и на двигателях, причем на ионных. Нет, на колесах было бы интереснее, согласитесь. Вот. Скорее всего, он будет широкий. Шесть магния. Вот, вот, вот их внезапность, это, конечно, ну, плюсы, я считаю, конечно. Потому что они могут вот так вот внезапно появляться из-под земли. Волки, по-моему, быстрее. Я вот, вот, к сожалению, я против волков почти не воевал. Хотелось бы поиграть, наверное, на земле. Вот. Вот, может, мы даже немножко на земле задержимся. Да, блин. Вот, немножко повоюем против волков. Спросите, что тебе эта турелька сделала плохого? Она бомбезная, она бомбезная, она здоровенная. Вот, она размером с меня, она гасит просто как боженька. Вот, но, блин. Я не хочу, во-первых, такой большой огневой мощи против кого? Против пауков, блин. Серьезно. Вот, я хочу... Тем более, у меня есть пушки, которые я так и не сделал. Которые я очень хочу сделать. Это автопушки. Причем, не просто автопушки, а турель автопушки. С другой стороны... Вот. Турель автопушки. Она делается только на маленькую сетку. Вот. И я хочу ее установить. Возможно, даже не одну, возможно, даже несколько. А, блин. Что происходит? Что это за... Что это за грень? 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 А почему ты делаешь мне эти колеса? Что-то я не пойму. Что-что это было? Так, это у нас колесо 3 на 3. А, вот. Тут почему-то колесо не смогло построиться, такое бывает. У меня, по крайней мере, как это, блин, переделывать, я, если честно, не знаю. Как вот, блин, построить колесо? Наверное, здесь пора дрелить дырку, но я этого делать не хочу. Ладно. Малые трубки и строительные материалы, большие трубки. Понятно. А я видел. Малые трубки и строительные материалы. Малые трубки и строительные материалы, она ну ладно так малые трубки строительные материалы который большие трубки уже не нужны буду ехать на трех колесах видать так так турель 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 так 4 да вот она наша турель автопушки вот она ставится на контейнер я вообще в теории хотел чтобы их было две спереди и сзади ставится на контейнер она какой контейнер наверно на любой контейнер данного такой он станет не хватает ресурса у нас как всегда сейчас мы скорее всего будем просто примерять потому что у меня пока даже приблизительно нет идей как она будет все выглядеть производство 600 кстати сверхпроводникова отличный результат все происходит а вот а это же конечно колесо не сделать то конечно косяк блин если честно это вертик его как его сделать некоторые используют подъемники некоторые используют специальные машины который будет делать поднимают вот такую хрень так тесновато я сказал бы тесновато если задачи и кокпит ставить и и и и и и и и и Но мне не нужен, кстати, закрытый кокпит Зачем он мне нужен? Мне Достаточно открытого Но контейнер тут должен быть По-любому Малый контейнер Хотя бы средний контейнер Да, я теперь вижу, что не хватает у меня Длины корабля Ну, не корабля, а в смысле машинки Это вот эту фигню мы спиливаем Субтитры делал DimaTorzok И с этой стороны добавляем еще Так, контейнер, наверное, надо сшить Экраны и моторы Экраны И моторы А моторы что, у меня закончились, что ли? А, нет, не закончились А, нет, 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 нет Экраны что я с колесами поспешил, да и вообще если честно совсем поспешил потому что надо было все-таки ту штуку сделать выше короче распиливаем ее нахер Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Дима вообще не варить как минимум Ладно, пойду заправлюсь, господи ДимаTorzok На один уровень А то и вообще на два уровня выше И проварил блин Вот как мне показалось слишком широкая у меня база вышла Стопе Не мусорить здесь Семь раз Отмерь, один раз отрежь, говорили они И были правы Так Стальных пластин не хватает, офигеть Так, здесь колесо и Вот это колесо здесь Я так понимаю Колесо с подвеской Левая Левая Правая Ну это перед у нас будет Левая Правая В принципе Мы можем сделать Немножечко по-другому Мы можем Здесь развалить Мы тут просто развалим Вот так вот Или наверное Вот так вот развалим Бронированность нам здесь вообще Если честно Вообще не нужна Поэтому как бы Ничего страшного Так Так От кого от бронированности От жуков Они не грызут мои эти Блин Между ними Вот такая От хрень Вот И здесь уже поставим Сверху Турельку Во Даже немножко Приятнее получилось Интересно вниз Она будет нормально Стрелять Вот Вот Кокпит Можно такой Но так как здесь вообще Не будет ни кислорода Ни водорода Я не вижу смысла Именно в таком Кокпите Я бы поставил Какой-нибудь другой Вот Я бы какой-нибудь другой Поставил Открытый Например Типа кабины Вездехода Вездехода Что все остальные Кабина Вездехода Кстати Ничего Ни к чему Не коннектится Немножко Правда Смещена Она Магний Ну Смещена Ну и ладно Так Сзади Значит У нас Будет Еще Кубы Нам Нужен Аккумулятор Сзади Я по-моему Немножко Промахнулся С кабиной Вот так Пускай будет Вот Нам Нужен Аккумулятор И И И И В общем Аккумулятор Мы Вертикально Поставим Блин Аккумулятор Немножко Нам Мешает Аккумулятор Нам Немножко Мешает Отчет Так-то Я не пойму Ладно Не зря Мы Нет Только Не турелька Она Видите Большая Очень Во Вот так Возможно Немножко По центру Провести Вот Я пока Я просто Продлю Здесь А потом Если что Спилю И У нас Должен Быть Сверху Сундук Вот Причем Он Именно Вот так Вот Будет Находиться Средний Контейнер Походу Вот Это Средний Да Наверное Ладно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Приконект Приконнектилась Приконнектилась Но в целом Эта часть Мне нравится Пока что Пока что Продолжение следует Приконн KNOW Без аккумулятора будет работать? Наверное не будет это все работать без аккумулятора. Серьезно закончились? Так, аккумулятор. Он, к сожалению, здесь не влазит. Ладно, не влазит, так не влазит. Бесконечный источник ресурсов. Очень удобно для тех, кто не любит задротить. Короче, натуре вот так вот поставлю и пойдет. Вот. И турелька. Последняя будет на жопе. Она будет. Что-то ей, правда, мешает. Ладно, удлиним. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот и здесь колесную базу. Так как у нас перед то, значит, вот это вот у нас будет с этой стороны. А это колесо с этой стороны. О-о-о-о-о. Получилось убожество. Теперь кажется, что аккумулятор здесь не в тему стоит. что акуму лучше поставить сбоку здесь в собачить так например вот еще немаловажный факт как мы будем коннектить эту всю хрена тень вот коннектор естественно так вот мы его не присобачим потому что это не будет работать и на при собачьем конечно вот единственное что придется вот отсюда тянуть трубку вверх вот так вот просто пушка получилась топовый танк топовый ладно будем проваливать вот сейчас идти уничтожай врагов тысячами десятками тысяч вообще с легкостью с любым количеством противников справится наш зверь не ну на самом деле он довольно таки удобно для ремонтопригодный и ремонтопригодный видите я проваливаю так что тебе нужно строительные компоненты серьезно блин раньше не мог сказать ой а чё на закончилась двигатели есть это все и не закончились до вот вот его удобно видите ремонтировать снизу на днище сразу все видно что поломано что нет до трубки идут снизу это небезопасно мало забронировано ну я же как уже говорил против пауков это не нужно малые большие трубки нужны пока провалим тем что есть не встретильных материалов где они близко прилетела гляньте прямо подо мной коннектор сожалению моторов не хватает вообще возьму все чем дорогой получился проект на самом деле я думал будет дешевле удивитесь но остальных пластин не хватило таки удивительно не может быть малых трубок нужно много почти все требует малых трубок все остальное нам не нужно забраться в эту всю дичь берем кучу малых трубок и кажись мне надо будет еще малых трубок есть коннектор это зашибенно единственное что я хизит как я буду доставать коннектор коннектор большие трубки У нас еще экранов не хватало Там буквально чуть-чуть Все остальное возьмем Большие трубки только Хотя бы колеса провалим Моторы, спасибо Уже не нужно Понятно Продолжение следует... 20 энергоячеек И компонент решеток Вижу ни хера Так, в начале 20 энергояделей производство патронов на автопушку вот этот контейнер ложу я не понял я их не взял а на вторую почему не кинулась тут какая-то нас блин за того что мы тут акком поставили я теперь не могу подлезть вот тебе и хваленая ремонтопригодность так наверное мне придется сверлить здесь дырку что будет это завалить да блин у меня просто мотора не хватает поэтому я не доставал блин зашибись возможно я бы здесь достал да ну и строительных компонентов не хватило да и незачем было здесь ломать так ну чё там есть да есть патроны распределились турельки работают я бы конечно их обе ограничил бы по дальности поставлю им 50 метров и пускай уничтожают все вот и наверное имеет смысл уже ну и теперь эту фигню спиливаем и катлинг оставляем на что вы думали оценкам половина вечно стрелять нет пришло на замена авто пушка ладно выстрел конечно будет стоить дороже скорее всего от такой мощи но зато эпичнее ну и ладно господи типа мне тут я магния не хватает но как я уже говорил я хочу подключить его сюда вот во-первых офигеть это молнией жахнуло ты тогда в первый раз такое вижу охренеть просто в общем да тут мощно блина глупануло а так загрузился сейчас мне еще полагает пока все до конца загрузится памяти чего и дает конечно да фига и руха налагает и а и а и и и и и и угол хром сейчас секунду некоторые сайты что-то прям вообще капец выжирают в процессе не знаю закрыли нормально и вообще не лагает вот блин короче я максимально доволен своей машинкой блин что такая мощная ну вот как меня приконнектить сюда я пока что понятия не имею она даже ездит да как тебя сюда приконнектить поверхность неровная мы можем выровнять поверхность конечно а у да луна гравитации x25 x вернее x0 25 не для машин конечно не дингу находов что кидает жесть просто не бойся еще ты сломал наверное вряд ли потому что колеса довольно таки крепкие элементы сломать крайне сложно так выровнять здесь землю до пробовать не уверен но по моему прям над ней стою отлично наверно проварю сколько у меня там собой 10 мало конечно надо взять все эти пушки еще и по метеолитам стреляют офигеть верхняя турель сбила я максимально удивлен что они еще и по метеолитам стреляют конечно конечно а 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 и а а а а а а и а Продолжение следует... Нормуль. Интересно, вниз сюда может стрелять эта пушка? В теории может. Вот. За теперь ощущение, что нужно было ее выше поставить. Вот. Ну и плюс еще, конечно, я бы... А что? Вот. 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 Блин. Куча металла. Конечно, грех жаловаться. Да. Металл это замечательно. То, что его куча еще лучше. Хорошо. 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 Теперь мне кажется, что эффективнее было все-таки предыдущий вариант. Ну, сбрысни отсюда. Ладно, будем делать поршня. Поршень, 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 поршень. Вот, собственно, поршень. Вот. Вот. Вот мы к нему подключим коннектор. Осталось только придумать, какой поршень мы будем использовать. Большой. Который, если мы установим, то уже коннектор некуда девать будет. Либо наоборот же маленький. Маленький поршень. Попробую его провалить. Странно. Здесь экрана до сих пор не хватает. Нахрена, блин, экран, конечно, к контейнеру, ну, ладно. Кому-то лучше знать. Так, поршень. Хм. Не то. Выпорь-пост. счет я не веду вообще чё за почему не работает поршень ну явно не достаю даже если да не достаю на два поршня малая трубка большая трубка счет я не понял по поводу эти кнопок я вроде бы сделался правильно я беру поршень увеличить скорость уменьшить скорость во первых разные поршня понял увеличить скорость уменьшить скорость уменьшить скорость 65 у нас слепая точка видите теперь судя по всему я достаю здесь на кончике поставим такую штуку можно даже такую канада на ресурсы и и и и и и и и Продолжение следует... 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 а вот это он еще убили магний нормуль производство патронов на 10 штук хватит только не положил их туда на так еще до хера и больше так компоненты детектора 20 штук заказать у меня небось нету ни одного до компоненты детектора 20 штук и компоненты гравитационного этого проектора 20 штук короче тоже довольно таки дорогая штука и и наверное имеет смысл такие большие объекты крафтить с помощью сварщиков мощных так осталось только дан вещь который требует много золота энергия у нас эти зарядилась обратите внимание надо хера не понятно сколько это в процентном соотношении но я думаю даже желательно уже выключить генератор нафига нам столько остальное пускай заряжается уже с ветряков хотя ветряки так туго крутится не знаю чё вот я думаю нам пожахнула молния по нам неприятненько может нам укрепить контур все таки что а и а и а и и и и и и и и и Если по контуру укрепим То даже если где-то бахнет в одном месте То в принципе это не заденет Все прям И кусок не отвалится Как было в прошлый раз Это должно быть две молнии Из двух сторон бахнуть Чтоб это все отвалилось По идее все У меня тут нет теперь Слепых зон Единственное как бы эту машинку Запретить им и наверное Чтоб она по этим стреляла Но я хочу посмотреть как она постреляет Вдруг что-то интересное будет Я молоду по метеоритам Сколько у меня Ох Покоробило Слепых зон Так Что там у нас со льдом Лед Лед Кобальта до хера Камня до хера А вот льда Я не вижу Такое ощущение Что лед закончился Лед закончился И мне кажется Последнее время У нас выедался водород Блин Водорода было столько Все вывела Генератор конечно Все тупо сожрал Ладно мы сейчас Быстренько Покопаем лед А да Я же хотел переделать Бур Ну ладно Сейчас быстренько Покопаем лед Метеор они еще избивают молодцы убойность побольше будет чем у большинства моих пушек а Продолжение следует... 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 Похоже на золото. Так, где-то мой корабль, что-то я затыкал. Ну все, теперь точно золота нет. Продолжение следует... И удалить. Продолжение следует... Так, что-то я... Вообще рискнул. В трех метрах пролетел над землей. Задний, кстати, двигатель тоже. Не видно, чтобы он был сильнее, чем 8 двигателей спереди. Продолжение следует... Мне эти пушки чисто по звуку больше нравятся. Чем мини-ганы. Чем гадлинги. Чувствуется такая мощь, именно взрывная, кинетическая. Так, золото 3,9... Не, ну золото я там еще нормально накопал. Грех жаловаться. Продолжение следует... Так, есть. Так, есть. Кобаль, да, очищается. Нам нужно золото, чтобы очищалось. Потом и вовсе камень. Продолжение следует... Здесь вы sjиие européно. Играет мазь. так но все равно мало все равно очень мало вот золото нужно искать а еще сильнее нужно переделывать эту конструкцию чтоб она работала правильно я пожалуй бы первым делом выпилил бы за тетю тбуры вот поставил бы их выше какие хотел изначально буквально на одну выше так я могу в принципе через эту хрень брать ресурсы да могу нет не могу потому что трубки маленькие ладно могу но не все вот вот здесь уже могу пропихнуть буру и попробовать вот будет чуть выше шикарно по любасу там у них ресурсы какие-то крутые есть я наверное уже не успею их забрать и я ну в чем проблема слепая зона что ли или боишься меня зацепить или патроны закончились не пойму бедать закончились патроны а пушка то провод реальный провод а а а один мотор так есть так а теперь нужно короче во первых отпилить между ними проход так ну так просто чуть-чуть будет больше радиус и получается в принципе тут квадрат такой то есть в принципе должно быть все нормально эффективность не пострадает вот эффективность не вот нужно теперь придумывать с помощью хитро сделанных и всяких приколюх типа сейчас мы будем смотреть типа 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 извлекатель извлекатель сортировщик странно а малый сортировщик есть то что я думал что он неактивный промышленный сортировщик коллектор коллектор что такое собирает предметы до ну в принципе этими вещами мы можем аккуратненько все переделать так значит во первых вот для этого мы собственно и делали заглушки чтоб не дай бог ничего не рухнуло так мы делаем извлекатель вот таким вот образом вот надо его свалить малые трубки нужны до чем это говорит что большие корабли нужно паять исключительно где-нибудь в космосе потому что это дичь делать корабли на планете потому что сами понимаете большой расход водорода хоть он у меня и я считаю мизерный но он типа считается большой еще это могу так вот зарядиться подачата в кабинах очень долгая энергия устанавливается но принципе все равно устанавливается так малый сортировщик что он может у нас малый сортировщик панель управления малый сортировщик мы можем поставить белый список черный список да да нет Нет, мы поставим этот малый зародировщик вот здесь вот. Вот. И теперь мы можем поставить ему белый список, вернее, черный список. Так, здесь можно поставить только этот корабль нигде. Он же не сидит под землей. Да, сейчас разлетится все патроны. Так, панель управления, автопушки. Во-первых, соединим их в пушки. Вот. Джей. Не понял. Я же их соединил. А, вот. В пушке. Охренеть. Я патронов просто квадриллярд сделал. Где они? Они еще, слава богу, есть. Но, блин. Вы серьезно? Выстрелить 50, блин, из 50, сколько, 15 обоим? Жесть просто. Просто жесть. Так, ладно. Собственно, мы сделали, получается, малый сортировщик на черный список, руда. То есть сюда руда попадать не сможет. Вот сюда. Здесь мы поставим контейнер маленький. Продолжение следует... я думаю оно все нормально тут проходит без запинок короче здесь просто надо контейнер еще не ставить или трубку лучше контейнер я думаю контейнер покрепче будет тут и все дичь со спиливаем сваливаем но укрепим я думаю будет не лишним вот так вот укрепить столь ухай возможно уберет лишь не лишнюю вибрацию теперь собственно руда кстати роту мы можем вывести здесь не обязательно с той стороны у нас и так здесь все укреплено вот более того это тоже считается укрепление вот вот Строительных компонентов не хватает. Надо вернуть зенитку, как и было. Продолжение следует... Продолжение следует... Стреливать их самостоятельно, такое тоже еще удовольствие. Включу обратно, как было. Я надеюсь, теперь он будет чуть поадекватнее себя вести. Что за ревитация вообще? Сейчас еще куча патронов уйдет на расстрел. Ну, теоритов по-любому. Да? Да. Хороший выстрел. Аккумулятор не повредился, чтобы вы поняли. Он до сих пор имеет заряд. Да. Аккумулятор не повредился. Да. Аккумулятор не повредился. Аккумулятор не повредился. Продолжение следует... Патроны взорвались. Продолжение следует... Патроны взорвались. Компоненты... Хотел сэкономить, но ни хера не сэкономил. Патроны взорвались. Продолжение следует... Малые трубки... Так, дальность поставим 50 метров. Как и было, плюс-минус. Вообще, в идеале бы сделать так, чтобы он вокруг стрелял и хватит. И нормально. Минус 3. Да. Судя по всему, гатлинг получше будет... Ну, особенно большой и крупный гатлинг будет получше, чем автопушка. Автопушка, конечно, лучше, наверное, чем мелкий гатлинг. И как минимум тем, что он занимает меньше места. Так... И гравий. Я какого-то хрена его пособирал. Не получилось меня его выкинуть. Ладно, у меня другой план по поводу гравия. Короче, вот тут... Сделаем... Такую штуку только надо внутренние пластины. Нам надо, по-моему, большие трубки, если не ошибаюсь, и моторы. Ага, малые трубки, да? Небольшие. Малые трубки, кстати, надо бы малых трубок еще тоже накрафтить. Вот. Здесь делаем то же самое, что мы делали в этом. За маленьким исключением. А у нас будет больше размером... Большим размером сортировщик. Вот такой вот сортировщик у нас будет. А извлекатель только маленький бывает, что ли? А как так-то? А как мне туда передавать-то? Извлекать. А как действительно извлекать мне ненужные вещи? Сортировщик. Ладно, вначале я поставлю... Эту хренотень. Дорогая, но... Надеюсь, он того стоит. Моторы, компьютеры, малые трубки, внутренние пластины. Мморы, обрагady. Машинские ремонтины. Латерые трубки, клироны... Могу этот размер. Моторы, мte-лата. Да? Он нам такойlicой, обраги. Моторы подвешendre годы. Молодые поразurry. белый список и меня интересует гравий субтитры ладно малый сортировщик 2 тут тоже на выставляем белый список добавляем руда нет ни руда камень руду мы удаляем и здесь тоже самое не руда камень а а и 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 при этом непонятно куда он это живет и 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 как бы так сделать попробую может она все-таки работает их не не работает и эта штука не клеится преобразователь моторы вот тут есть гравий у нас о норму нахрен нам в траве не нужен ваш вот 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 Ну есть тут стали но я если честно сейчас конкретно не жалуюсь потому что сейчас конкретно у меня стали будет уходить просто максимально я буду обшивать то все дело листами не нужно чтобы было все герметично а здесь нужно много стали будет обычная обычный металл скорее всего даже без всякого там к сожалению гравий сам по себе плохо выплевывается на свалку чтобы это все работало лучше нужно опустошить или ставить скорее всего который будет опустошать это все дело но надо сделать их два одних один который будет наоборот закидывать сюда руду а второй который будет опустошать слитки вот гравий считается как бы с ниткой хотя можно просто чтоб выбрасывала равен как бы это не вопрос есть система выбрасывания поэтому я думаю если будут переполняться контейнера то можно будет что-то решить и вот не пойму почему находится этот металл и комплекте для выживания зачем непонятно ого в туре или хатлинка 14 коробок боеприпаса вмещается нормально я кстати чё-то не обнаружил в сборщике нашим а потому что их не да я понял колец что там нам еще не хватает для полного счастья только сверхпроводники этот хренатень а мы не доделали понял я мы не доделали до сих пор корабль так 7 стальные компоненты да нам нужны 5 штук компьютеры малые трубки и строительные компоненты компьютеры строительные компоненты и малые трубки не знаю хватит ли пяти или нужно будет делать еще одну такую самую чтобы выплевывалась быстрее пока думаю хватит давайте пробовать вот допустим лед допустим прилетаем мы будет лед включаем двигатели вот наполняется у нас все исключительно льдом тут камень тут камень его все больше но он не выплевывается пробуем ставить короче в панели управления малый сортировщик 2 опустошит все и 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 Продолжение следует... Так, в бурах есть камень. Может извлекать или нужно еще? Да, вроде бы выкидывается исключительно камень. Насколько эффективно, непонятно пока что. Продолжение следует... Так, топливо заправим. Двигатели пока выключать не буду. Только этот корабль... Вот, теперь пока эта штука работает, летим на золото прям нормальное. А где у нас нормальное золото есть? Платина, золото, сребро. Вон там есть еще золото. Вот у нас золото. На какой она глубине, не совсем понятно. Вот. 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 Так. Что-то я туплю. Что-то я тупил. на титул бальдами мания так значит у нас были свое время уничтоженные буры сделаны новые но я их так и не сохранил поэтому вот так вот сейчас главное сейчас чтобы успевали опустошаться буры если будут успевать опустошаться буры значит в принципе нам хватает а буры не успевают опустошаться от камня не успевают ладно ладно сейчас я не понял куда нам там лететь вот 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 так заправляемся отключаем двигатели и будем доделывать опустошители потому что их не хватает наверное с этой стороны еще придется продвинуть продвинуть вот 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 Продолжение следует... 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 конечно конечно было бы замечательно наверное все таки прям в режиме реального времени это все чинить и модифицировать вместо тела до сих пор такая штука стоит надо и наверно поправить так вот возьму вас пластинок нашим было меньше вибрации надеюсь будет меньше вибрации так не видно них ли надо но где-то в том направлении он золото у нас было так летели по приборам чисто так как бы так попасть теперь в эту же дырочку так вроде бы попали теперь что по поводу лампочек так 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 В той же месте вообще очень видно. У меня море не обустошается, не сбивает. Субтитры добавил DimaTorzok Тупо вообще не обустошаются. Сейчас только обустошились. Шире снова. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мало, очень мало Надо больше Либо надо какой-то буфер. Я не знаю. Может ему... Не, мне кажется, их просто мало. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Куда-то я явно не туда иду. Золото явно левее. ладно будем будет здесь вот Продолжение следует... 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 Так, у меня, оказывается, было какое-то количество этих штук, внутренних пластин. Так, разворачиваю вниз. Здесь по трубкам. Тоже вниз. И здесь по трубкам. Вот сюда. Строительные материалы. Так, эту штуку тоже сделали. Эти хлинки мне придется распиливать. Вот, вместо них я просто поставлю стальные слитки. Я их даже заварю. Чтоб держалась. И теперь новый... Сортировщик. Малый, пятый. Тоже ставим белый список. Выбираем здесь... Выбираем здесь... Камень. И выбираем очистить все. Вот. За одним маленьким исключением. В панели управления. Пятый сортировщик. Где он тут у нас? Вот он. Это у нас сортировщик опустошения. Мы его можем включить, можем выключить. И на всякий случай мы его выключаем. Вот. Чтоб он не опустошал камень. Если вдруг я буду камень собирать. Не знаю, зачем он мне нужен. Это камень. И следующее это... Ну, плюс-минус то же самое. Вот. Только... В обратную сторону. Эм. Как это правильно сделать-то? Надо тут афиню спилить. Здесь ставим Т-образную. Вот. Здесь ставим... Такой самый сортировщик. Шесть. Только в другую сторону. Моторы и... Что еще не хватило? Компьютера не хватило, да? Да. И он тоже будет сюда. Причем банально переключим. Он на вот такую вот херню. Вот так вот. Вот. Это будет очередной сортировщик. Малый сортировщик. Шесть. Он у нас будет запрограммирован на... Тоже... Белый список. Тоже камень. Отпустошать все я не поставлю. В этом смысла нет. В этом смысла нет. Вот. Но... Шестой сортировщик мы тоже включаем-выключаем. И по умолчанию он будет выключен. Короче, что это за сортировщик такой? Значит, первый... Он... Он... Если вдруг у нас попадает камень в контейнера. И мы пытаемся от него избавиться. Например, если не справляются вот эти вот... Извлекатели. А нам нужно срочно бурить. То мы включаем, собственно, чтобы проходил и камень тоже. Вот. Он туда проходит. Внутрь. А потом автоматически еще и оттуда вытаскивается и извлекается. Вот. То есть такой круговорот идет. Он накапливается здесь, а потом опустошается. Где еще один паук? А вот он. Та вы меня прям... Закидывается стальными пластинами. Спасибо, но... Чем так много? Вот. Короче. Пробуем. Хм. Хм. А че так? Это вся хрень тяжелая? Ай-яй-яй, я понял. Я не выключил заправку. Тупанул. Проверю, что могло побиться. А слава богу, все относительно крепкое. Ничего не ударилось. Мы плавненько из-за гравитации спустились. Теперь мы плавненько. Хм. Проверю... Существуют. Проверю. Ну, мы плавненько. так продолжаем варить 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 7000 10000 очень тулов очень туго освобождаются буры буры освободились не все извлекатели извлекают да извлекатели прибавилось но они все нифига не извлекали а не пойму почему только один извлекатель извлекает и 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 Пилетрекционно там. Тут все еще камень. Буря очень хорошо очищается, да? Тут уже очищается, все остальные очень хорошо очищаются. Единственное, что у меня действительно котеллер уже немножко запомнил. И пока теперь железа будет, тут рынка будет очищаться почему-то так долго. Пилетрекционно. Не знаю, как я буду сюда вылетать, потому что, мне кажется, я немножко меняю курс постоянно. Ну, буду легко аккуратненько пробовать. Неплохо бы сзади иметь камер какую-нибудь, чтобы легче было вылетать. Или покрышки по крыльям поставить. Золото пока не видно. О, золото. Отлично. Извлекатель 31. В чем дело? О, золото. Так. Пошла золотая руда. Ополняется контейнер 5. А этот контейнер продолжает опустошаться. Ох, да сколько тут золота. Тут просто вообще капец. Все в золоте. ОХ, да. Золота. Тоота. Ох, да expensive. понятно золото здесь закончилось золото здесь и и в в в Я надеялся, что здесь золото везде прям, его до хера, но нет, тут просто такой кусочек золотой жилы и все. Ладно, наверное, надо отсюда вылетать. Так, смотрим, сколько у нас получилось. Ну, немного, если честно, сильно немного, 10 тонн. В принципе, можно остаться и добурить. Ну, я гляну. Типа, рядом вот начали бурить и, допустим, вот этот кусок выбурить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, побудет дальше уже и на запись. Итак, итак, ребят, я, короче, какое-то предложительное время переделал корабль, перестраивал, что-то он у меня долго загружается. Более того, я понял одну вещь, что стимовская официальная версия, ну, которая у меня, собственно, стоит, я на пиратке никогда в жизни не играл в эту игру. Вот. Она, короче, не работает без интернета почему-то, такая вот хрень. Вот. То есть, как она работает без интернета, но все сохранения сохраняются на облаке. Короче, я продолжительное время занимался скучным, неинтересным делом. Это накрывал все, весь потолок, перекрыл панелью легкой обшивки. Вот. Теперь тут темно, конечно, блин. Вот, максимально темно. Я постарался все самое важное, там водородные баки, кстати, что у меня водородные баки такие пустые, 65%, хотя, по-моему, было больше. Это каждый раз я, когда куда-то летаю, за золотом или зачем-то там, вот, на своем вот этом корабле, вот, каждый раз я заправляюсь, собственно, за счет того баллона. Вот. Я тут специально оставил дырки вот такие здоровенные. Они находятся как раз-таки возле входов контейнера, контейнер, вход в очистительный завод и вход, короче, вот сюда. Хотя этот вход в очистительный завод чаще используется для того, чтобы сюда подойти, запастись водородом и кислородом. Вот. Короче, это так. Здесь темно, но я везде лампочки поставил, в принципе. Вот. Почти достроил, он даже тысячу проводников насобирал, достроил в стыке. И прыжковый двигатель, осталось только 20 штук компонентов гравитационного генератора. Вот. Кое, кстати, у меня делается. Делается. И у меня уже есть их энное число. 18 штук у меня их есть. Я их почему-то не могу взять, наверное, потому что переполнено. Ух, они тяжеленные, блин, капец. Вот. Сразу объясню, что эти панели не спасут ни от чего. Если астероид прилетит, то он пробьет насквозь эту панель, насквозь любую из этих моих деталей, из моих устройств. И еще и днища прострелит. Вот. Это сделано исключительно и не для красоты тоже, соответственно. Сами понимаете, что получилась какая-то стрёмная коробка. Вот. Это сделано для того, чтобы видеть повреждения. Если прилетит какой-то астероид, то я смогу наглядно увидеть, куда он прилетит. К нам прилетают не только астероиды, но и как-то разок Зевс психанул и жахнул мне по трубкам, так что все по отлеталам. Обратите внимание, что я поставил еще немножко, чисто ради проверки, выше вентилятор, ну эти электростанции ветряные, да. И обратите внимание, насколько быстрее они крутятся. Хотя этот крутится примерно так же, как и верхний. Но вот верхний, мне кажется, в два раза быстрее, чем этот нижний. И раза в три быстрее, чем вот этот. Поэтому я принял решение, что я все их посношу. Сейчас объясню, почему. Снесу. Блин, тут, кстати, к сожалению, я, видите, верхушку ничем не накрыл. Поэтому, если сюда жахнет, то, блин, будет крайне неприятно. Вот. И я бы такой же вопшить, блин, бронированный. Сеткой вот этот хренотень, потому что ее постоянно пробивает. Вот. Что я хотел показать? Я хотел показать, насколько сильнее дуют ветряки. Новые, чем старые. Посмотрите. Этот. Отдача 204. 90. Он с... 0. 91. Вообще. Я не знаю, что она скачет. Сила ветра низкая. Обратите внимание. 260. 60. 300. Скачет, конечно. 200. Ну, вот там где-то под 300. Там где-то под 300. Еще более-менее. Ну, все новые. Это 7-й, 8-й, 9-й. Они дают мне больше. Кстати, у меня 2 седьмых генератора. 2 седьмых генератора почему-то. Ну, видимо, вот этот новый. Хотя, фихи его. Что они поэтому и глючат. Высокая, высокая, низкая. Оптимальная, оптимальная, высокая. Блин, фихи его. Ну, с виду вроде бы как видно, что... Одна... Что верхние, вот прям реально видно, что они вращаются быстрее, чем все нижние. Я их подспиливаю, наверное. Один, два, три. На последнее место возьму металл. На пять ячейок я их выше поднял. Теперь видно, что мотает немножко быстрее. Сейчас я еще возьму. И они, кстати, когда их разбираешь, они походу не теряют ресурсы. Что на самом деле очень хорошо. Ведь... Аккумуляторы те же самые. Если их разобрать, то обратно ты уже его не сложишь. Как было. Без вкладывания ресурсов. Вот. Это все, что я делал. Эта обшивка, она не сложная. Сразу скажу, абсолютно не сложная. Немножко сложнее было стекло здесь налепливать. Я на прыжковый двигатель наложил бронированное стекло. Видите, бронированное стекло. Здесь аж по 25 каждый. И балки. Вот. Здесь бронированное стекло поставил. Это у нас водородный бак. Вот. И здесь я, чтобы просто дырочки... Ну, было видно, что здесь есть у нас... Куда к чему подсоединиться. На случай, если я со временем захочу здесь сверху что-то строить, я тогда все сниму. И здесь буду сверху налаживать еще определенных... Ну, каких-нибудь хрений. Не знаю. Вот. Какие-нибудь заводы буду настраивать сверху. В смысле, только что же было. Ну, да. Ну, да. Стало теперь чуть-чуть иногда сложнее залетать сюда. Убрать детали. Компоненты всякие. Зашибенно оживет. Кстати, я здесь спалил на это все. Каждая такая панелька стоит по 5 стальных пластин. Панелек вы тут сами видите миллиард просто. Это все... Это несложно сделать. Сразу скажу. Если я это не снял, значит... Это, блин, полчаса я просто херней страдал муторной, блин. Да, тут некоторые, видите... Есть панельки, которые выше находятся. Вот чуть-чуть выше панелька, да? Вот она на самом деле у нас вверх находится. А вот эти вот наоборот вниз, короче. Панельки на самом деле это блок. Вот. И он просто имеют все стороны прозрачные и неослезаемые. Но один блок он имеет, ну, одну часть он имеет, ну, как обычный блок вот такой, да? Только все стороны прозрачные. Вот где их тот делал, блин, 8. Вот. Но это все равно квадратный блок. Все равно блок остается. Вот. Так что... Внутри здесь получается нельзя строить ничего. Если это был блок, ну, внутрь. Этот блок, видите, он снаружи находится. То есть, как бы так объяснить. Вот я изнутри, видите, не могу поставить, потому что тут уже занято, блок уже стоит. Так, где тут у меня жуки погибали? Вот один жук умер. Не наблюдаю больше. Ага, вот тут был, да? Ну, ладно. Нет, так нет. Так вот, как я уже говорил, некоторые блоки, например, вот эти, они строятся вот сверху. То есть, я строить сверху уже не могу. Вот. А вот на вот этих вот, по идее, я могу установить что-нибудь сверху. Не точно. Металла не хватает, поэтому не могу. А здесь я не могу по причинам того, что здесь уже стоят кубы. Вот. Это на самом деле плохо. То есть, здесь я еще могу сверху что-то строить, а там нет. Ну, немножко, да, я хуже себе сделал. Вообще, я чаще всего против того, чтобы обволакивать все корпусом, потому что, ну, это сильно потом осложняет строительство. Это добавляет какой-то защиты. Я бы не сказал бы, что это защита, потому что, во-первых, это хрендырявая, и внутрь может залететь все, что угодно. От боеприпасов это не спасет. Любая турелька легкую броню разнесет в щепки. Если ставит даже тяжелую броню, ну, блин, там чуть-чуть больше спасет. Ну, одна ракета разнесет все нахрен, короче. Так что, вообще нет смысла. Вот. Для красоты, ну, я бы не сказал, что я красиво что-то здесь делаю. Это чисто сделано, как я уже сказал, чтобы если прилетит метеорит, чтобы я мог вот так вот наглядно посмотреть. И так, если я увижу дырку, короче, значит, туда прилетел метеорит. Вот. Как-то так. Аккумуляторы. Аккумуляторы у нас полностью заряжены. Вот, полностью заряжены. Причем заряжаются они у нас исключительно, как я уже говорил, ветряками. Этих ветряков, видите, высокая-высокая. Насколько. Ну, блин, я херов. Вот, типа... Сейчас, наверное, ветер упал. Ну, они заряжены. И даже генератор не включен. Видите, он выключен полностью. Вот. То есть, заряд пошел. В хорошее время, где ветряки заряжают аккумуляторы нормально. Четыре аккумулятора у нас. Вот. Хорошее время. Сейчас мы немножко побегаем, как я уже сказал. Перетаскиваем компоненты гравитационного двигателя. Десять есть. Явно пару штук мы не доделали. Нужно будет... Пятнадцать. Ну, у нас их восемнадцать было. Два штуки не доделалось. Да, буквально два. Могу предположить, что не хватило золота. Поэтому надо слетать за золотом. Вот. Надо посмотреть, сколько у нас льда. Осталось. Хотя, золотой слитки есть. Очень много золотых слитков. Что тебе не хватает? А-а-а. Серебряные слитки. И это нам нужно. Серебро. У нас же было до хера серебра, и оно закончилось. Ладно. Серебро так серебро. Полетели добывать серебро. Так. Включаем. Заправленные полностью. Отсоединяемся. Где у нас есть серебро. У нас, кстати, серебро есть там же, где и золото. Магний, кремний. Серебро, кобальт. Золото, серебро. 3 километра. Серебро, кобальт. 2,9 километра. Серебро, золото. 2,4 километра. Вот тут. Давайте здесь. Блин. И там, и там. Классно. Давайте просто посмотрим. сребро 40 метров там нас магний здесь у нас серебряная хренька есть да здесь у нас есть серебряная хрень и это для нас лучший вариант если честно выплевывается только камень и это очень хорошо серебро остается внутри его довольно таки много у нас новые фары я установил где-то пожигнул вот это я снайпер выпустил весь магазин и попал добавляет пауки немножко немножко добавляют какой-то стыке разнообразия надо фары их наверно так не покажу но они находятся застрял вот они находятся между получается вот они пары 1 2 из той стороны то же самое нам главное чтоб успевала и сбора все вылетать я сбор в принципе все успевают летать там еще есть серебро а это мы копаем буре очищается отлично он уже почти восемь тысяч литров а 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 ребята конечно делают шедевры некоторые ребята по пять лет делают станции по 5 лет делают корабли гигантские здоровенные корабли гигантских размеров просто но вот мне нет времени на то чтобы строить красивые корабли во вторых и у меня просто физически они не получаются красивыми меня нет таланта такого знаете таланта художника архитектора у меня есть какие-то инженерные замашки и все я могу там придумать какие-то там все что я придумываю это уже давным-давно сюда придумал до меня вот и может быть это часть чего-то я позаимствовал кого-то часть просто придумал то же самое как говорится гениальные люди мыслят одинаково что там опять зерсу я нет задолбал часа пятьми раз в херячит базу мы все эти катаклизмы мне нравится все равно потому что они добавляют какого-то какого-то хардкора за выживание я если честно следующий раз хочу во первых добавить моды которые бы еще усложняли бы игру вот но в этот раз я не буду спавниться где-то на какой-то планете возможно буду спавниться даже на земле вот а может и на планете чужих вот но во первых я запрещу полностью этот прыжковый ранец полностью вот им нельзя будет пользоваться абсолютно нигде не в космосе не в этом не на планете вот и помимо жуков и всяких там волков добавлю еще других mpc с помощью модов там роботы какие-то я помню есть которые бегают короче стреляют в тебе из автоматов из автоматов ребят вот из таких автоматов как у меня и они будут совершенно помню спавниться по три штуки где-то на каком-то дропподе и прибегать меня убивать это вам не пауки которые от которых оградился блин каркасами да то есть даже не забронированными с какими-нибудь хреньями а просто каркасами и они не могут пройти стал на вызовы слышность и все там же шоботы они во первых могут прыгать летать они конечно не могут но они могут стрелять по стенкам или если ты находишься на стенке они могут стрелять по тебе если ты на стенке так справляется там вроде бы бур исправляются топлива я конечно жёг немерено мне кажется это уже это уже не этот не серебро я уже чисто бурю не пережил блин я туплю у меня то нет места ладно полетели короче отсюда я сейчас не видно ни хрена, фары не помогают, так мы теряем высоту, все теперь нормально тормозим, не тормозим вообще не тормозим, потому что без тормозов прикиньте, короче, я не знаю как произошло это и как мы вообще не погибли, но у нас здесь поломочка как она могла тут образоваться, я не понимаю, ее тут физически быть не может небось жахнула молния, но это не точно так, все, двигатели позапускались обратно хорошо, что у нас были запасные двигатели, хорошо, что я это обнаружил относительно быстро, потому что я мог набрать полный корабль я, кстати, так и сделаю льда, например два контейнера могу забить льдом, то хули я как-то поспешил все равно не все заработало, почему-то как минимум два двигателя еще стоят, тупят не самые важные хотя как для маневра не важные так, я не пойму, в чем проблема что это двигатель не работает ладно, не важно припаркуюсь, потом буду смотреть ну вот вижу, дымится, блин я вижу, где она, вон тот я к нему правда подобраться не могу внутренних пластин не хватает мне далеко от базы, поэтому я полечу, возьму эти внутренние пластины запускайся что тупить все, запустился отлично так 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 я таком место если честно даже не представляю как я мог повредить корабль так ладно все будем летать не расхерячить корабль что не такой ладно дурак так Так, выравниваемся по приборам. Заряжаем топливный бак. Опять за счет, конечно же, здоровенного бака в нашем большом корабле. Вот. Итого сейчас выйдет. Так, понятно. Сразу с тяжелого начали. Легенькие моторы. Опять тяжелые слитки. И легенькие компьютеры. Нормально. Вот, кстати, роботы. Я закончу свою мысль. Роботы, в отличие от жуков, не будут приносить ресурсы, но будут приносить патроны. Патроны, как бы, тоже интересная вещь. Вот. То есть, во-первых, у меня не будет проблем с патронами. Здесь жуки тоже приносят патроны, но, скажем так, они их приносят не в том совсем виде, в каком хотелось бы. Так. Оружие. Я, знаете, в последнее время почти не стреляю из, ну, полным объемом, но, допустим, я бы не против пострелять бы из этой вот пушки. Но, наверное, мне не хватит платины, да, на нее? Наверное, да, у меня нету просто платины, чтобы ее подстроить. Я бы ее взял бы вместо основного своего оружия. Оно хуже, но, скажем так, в последнее время я стреляю с режима оптики на больших дистанциях со своей базы. Вот. Поэтому зачем мне, допустим, там... Скорострельное оружие с большим количеством патронов. Не, не, это лучшее оружие, это самое хорошее оружие среди всех. Вот. Причем не очень дорогое, и патроны довольно-таки дешевые. Но все же. Так. Так, 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 платины нет у нас, собственно. Золотых слитки есть, серебряные есть, но производства почему-то до сих пор нет, потому что серебра должна быть. А, вот золотые, вот серебряные. Серебра должно быть больше, сейчас мы это все исправим. Мы сейчас поставим на переработку не кобальт, а серебро, кое у нас есть на корабле, скорее всего. Вот серебро, обрабатывая серебро. Пошло серебро, сюда мы сейчас извлечем весь лед. Кстати, серебро тоже сюда извлечем. Ага, вот, лед зальем в генераторы. Пускай работают генераторы. Что там у нас? Ну, все мимо. Вот. Ну, и плюс еще, как я говорил, у нас немножко есть защиты. Вот. Возможно, это смягчит удар. Возможно, это не точно. Вот. Так, есть у нас два штуки детальки. И прыжковый двигатель мы сделали. А это значит, что в принципе, в теории, мы можем как-нибудь даже долететь. Он сейчас будет заряжаться. Он сейчас будет заряжаться и несчастно просто потрошить наши батареи. Полное исчерпание через 22 минуты. Вот. Потому что прыжковый двигатель, кстати, где он тут? Вот, прыжковый двигатель. Пожирает просто немеренно. 32 мегаватта. А в каждом нашей батарее... Максимальный заряд 3 мегаватт-часов. А здесь у нас сколько требуется? А тут 3 мегаватт-часов, кстати. То есть, формально даже один аккумулятор может зарядить наш двигатель. В теории. Вот. И я скажу, что в принципе, 4 заряженных аккумулятора хватит на 4 прыжка. Вот. Но у нас есть генератор, который может выдать 5 мегаватт. Вот. Отдачи. То есть, нам лед бы тоже не помешал бы. Да, довольно-таки быстро заряжается двигатель. Он скоро зарядится полностью. Вот. Я думал, будет дольше заряжаться. Я думал, у меня будет времени там еще... Я еще буду двигатель сзади делать. Да, допустим. Ну, обычный там... Вот. Я думал, сейчас он еще будет тормозить, тупить. Ну, нет. Вот. Часть этого покрытия я буду разбирать со временем, понятное дело. Вот. Ну, пока мы на земле, нам легко заряжать. Возможно, потом солнечные панели можно поставить. Но, опять же-таки, а на хера не нужны эти солнечные панели? Скажем так. Беспонтовая штука полностью. Вот. Их надо до хера. Они столько не выдают, сколько хотелось бы. Ну, в космосе, конечно, заправляться от чего-то надо. Не факт, что мы найдем там лед. Да. Тут льда просто немереная. И мы можем затариться им просто там. Ну, до хера. Сейчас еще пару ходок сделать и заправиться, затарить все просто. Так. Тут у нас есть какие-то обозначения. Да, есть. Слава богу. Тут у нас есть зарядка. Мы видим ее. То есть, я все гадал, будет ли тут что-то видно или нет. Потому что, допустим, водород нас видно. Вот водород. А заряд. Это, знаете, для чего? Это если я буду в кабине сидеть и сделаю вид сбоку, то я могу контролировать запасы. Все эти вот водорода и так далее. Слышно стиралку сильно. Ладно. Мы можем, как я уже говорил, у нас куча места. Блин. И вот обидно, что вот тут я сюда не могу сверху нормально иметь доступ. Кстати, лед. Как вариант. Сто тысяч льда у нас есть. Но надо, наверное, я не знаю, пятьсот тысяч, блин. Льда. Чтоб точно у нас лед в дороге был. Точно. Еще бы я, конечно, пошел бы платину подобывал бы. Потому что платина штука редкая. Слушайте, а нас что, включен какой-то генератор, да? Давайте посмотрим, что у нас включено. Совсем понятно. Водородный генератор выключен. Все лампочки повыключать надо. Мы их берем. Водородный генератор. Честно, не знаю, сколько там я сейчас записал уже. Вот. Но, наверное, я пока эту серию закончу. Я ее прям сейчас начну новую серию. Вот. Потому что, ну, чтобы она не была слишком длинным. Хотя, ну, возможно, уже на две части разбито. Я буду во время собирания в кучу, во время такого, ну, не то чтобы... Ну, короче, монтажа. Вот. Я буду смотреть, там, нарезать по какому-то сериям. Вот. И так что, спасибо за просмотр. И, собственно, всем пока. Увидимся в продолжении. Я уже буду продолжение делать двигатели нормальные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА